Добрый вечер, Гомель. На Беларусь 4 прямой эфир. Дорогие друзья, это интерактивный проект, участником которого может стать сегодня каждый из вас. Телефон в нашей студии 342243, присоединяйтесь. Ну что ж, сегодня пятница, вечер накануне выходных, а значит время строить планы. Итак, куда же податься в выходные дни? Сегодня будем рассматривать самые разные варианты отдыха и развлечений на территории Гомельщины. Звоните в студию, рассказывайте, какие у вас планы на субботу и воскресенье, о каких мероприятиях вы знаете, а мы нет. В общем, телефон в студии, напоминаю, 342243. Можете также написать в Вайбере, в наших группах в социальных сетях. Ну а мы пока расскажем, дорогие друзья, о самом ярком музыкальном событии ближайших выходных. Уже завтра в Гомеле стартует открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс «Промень». Согласитесь, сенсация. И вы знаете, эта сенсация, о которой говорят не одну неделю, это гала-концерт фестиваля с участием лидера знаменитой группы «Этно-трио Троица». Да-да, дорогие друзья. Иван Кирчук, известный белорусский музыкант, композитор, фольклорист, будет выступать на гомельской сцене. Причем вместе с нашей известной фолк-группой «Егорова гора». Ну, на самом деле, этот концерт все ждут с нетерпением. Но мы решили немного опередить события и позволить вам, дорогие друзья, погрузиться в атмосферу современного фолка уже сейчас на «Беларусь-4». Впервые на нашем канале лидер знаменитой группы «Этно-трио Троица» Иван Кирчук. «Этно-трио Троица» Иван Кирчук Иван Кирчук на «Беларусь-4». Добрый вечер, Иван Иванович. Спасибо, что приехали, пришли к нам в гости. Кстати, как доехали, как добрались? Вы же прямо из Минска. Хорошо. Да, после госэкзамена сразу к вам. О, студентов обрадовались сегодня? Ну да, хорошие оценки все получили. Вот, замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, вместе с Иваном Ивановичем к нам на программу пришел Егор Полишук или Игорь Архипов, кому как нравится, да. Ну, руководитель продюсерского центра «Егорова гора», лидер одноменной гомельской фолк-группы и, кстати, постоянный участник нашей программы. Здравствуйте. Игорь, да. Сегодня ты будешь у меня, Игорем, не против, да? Хорошо. Ну что ж, добрый вечер, да. Ну, Иван Иванович, я вас на самом деле представляла несколько иначе. Я думала, будет такая вот в орнаментах рубаха, какой-то бубенец белорусский. Она в орнаментах, только африканская. Дело в том, что я же не житель какого-то определенного региона, села, я городской житель. Но многие годы собираю не только музыкальные инструменты, но и одежду из разных стран. Поэтому гардероб у меня обширный. Ну а есть рубаха с вышиванкой? Она есть, но она одета на манекенах, которые стоят на лаборатории у меня. То есть это для вас принципиально, да? Я просто, если бы что-то заказывал, я должен тогда жить в этой местности. А учитывая то, что я мотаюсь по всей Белоруссии и по всему миру, то мне приятнее одевать какие-то разные, будем говорить, наряды. Вы троица. Ну не могу же не спросить. Она, конечно же, известна тем, что с концертами по всему земному шару, на огромных количествах фестивалей. Ну, наверное, вы единственная белорусская группа, которая успела побывать на многочисленных фестивалях. Скажите, а почему до сих пор троица не приехала с концертами в Гомель? Ну мы с удовольствием. Просто нужно выполнить условия райдера, наверное, быстрее всего. Потому что на сцене достаточно много инструментов, и их нужно вызвучить. Даже такие маленькие инструменты, как Арина, они звучат с очень мощной перкуссией. У нас только 9 микрофонов стоит на барабаны. Поэтому нужен хороший звук, хорошие уши, как мы называем звукорежиссера. Ну и, наверное, просто пригласить. Троица не отказывается. Она приезжает. Вот, уважаемые организаторы, троица не отказывается. Это в прямом эфире только что прозвучало. А может быть, пока организаторы думают, собираются с мыслями, силами и с райдерами. Вы покажете, как это звучит? Может быть, в нашей студии все-таки прозвучит? И что это такое? Ну, я сегодня, конечно, все инструменты не смог привезти из своей коллекции. Достаточно много. Вначале прозвучали российские гусли, а сейчас прозвучит молдавская акарина. Сто лет жизни всем. Ой, замечательно. А можно я вот так поаплодирую вам? Всегда читала об этом. Игорь, есть у Ягуровой горы такая акарина? Другие есть, да. Акарины. Ягурова гора тоже. Мы, так сказать, пример берем с Ивана Ивановича. И коллекция уже достаточно хорошая у нас. А вообще, вы откройте тайну вот так вот. Откуда вы друг друга, знаете, так хорошо общаетесь? Потому что многие удивляются, что удалось привезти на фольклорный фестиваль в Гомель Ивана Кирчука, как говорят, самого Кирчука. Такие магниты есть какие-то внутренние. Это творчество у вас? Понимание есть какое-то. Мне кажется, даже больше, чем творчество. Мы давно подружились. И есть общая тема, и не только о музыке. Поэтому интересно общаться, интересно помогать друг другу. В данном случае я рад, что такой фестиваль появляется. Потому что я устал всем говорить, давайте больше фестивалей в Канаде. 1200 фестивалей по фольклору, кричу я. А у нас их всего в Беларуси 120 до 200. Хотелось бы, чтобы они действительно охватывали разные направления музыкальные. И если есть такая возможность зародиться в фестивале, то надо помогать. На самом деле, многие считают, что Беларусь фольклорная фестивальная страна. Вот взять хотя бы Евровидение принимаем. Ну и есть и фольклорные фестивали, Бирогиня. Да, их много, этих фестивалей. Просто, понимаете, они на определенном уровне для нас хороши. Но есть фестивали европейского мирового уровня, World Music, где собираются совершенно другие музыканты, которые соединяют различные музыкальные культуры, инструменты. Потому что я когда впервые попал в Будапешт и увидел 40 сцен, от классической сцены до панк-рока, я просто бежал с видеокамерой хотя бы отснять по 3-4 секунды этих инструментов необычных. Но сегодня мы тоже богатые, и коллектив Троица, и моя коллекция из разных стран мира, инструменты, которые звучат в аранжировках белорусских песен. Я, вы знаете, по сценарию планировала про инструменты чуть позже поговорить, но я не могу удержаться, дорогие друзья. Ну, чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Сколько у вас инструментов в вашей коллекции? Я не знаю, потому что они постоянно пополняются. Мы же контактируем с мастерами молодыми белорусскими. Александр Блохин из Лиды. Он подарил железный такой барабан, который прописан новой Троице. Павел Корень, его Цитра, Гусли и Смых звучат. Сакарина, Меганна, Мазол, Казославля и так далее. Этот список огромен, потому что часть людей просто иногда дарят инструмент, они знают, что он у нас звучит. Единственный инструмент, который не будет звучать, это вот флейта, сделанная из кости волка. Мы долго спорили, настоящая это кость. Да, это настоящий инструмент, просто если в него поиграть, придут волки. Но вы же не хотите, чтобы волки пришли. А показываю я всегда этот инструмент, потому что только в пост могли волки ладить свои веселья. Люди в Пилипповский пост этим не займались. То есть это как пример того, почему и не звучит этот инструмент. Вы в него иногда играете? Ну, не в студии. Нет, сегодня волки мне нужны, это точно. Вообще вот Троица, она же знаменита чем? Насколько я знаю ваше творчество, у вас есть какие-то фольклорные такие экспедиции, вы что-то собираете у народа, потом это как-то обрабатываете, придаёте им какое-то новое совершенно звучание и получаете совершенно новое направление. Как бы вы сами охарактеризовали сегодня, группа Троица, это в каком жанре вообще работает? Ну, мы как бы говорим сейчас, что это прогрессив фольк. А в экспедиции мы не ездим, потому что уже собран достаточно большой материал. Да. Одна из моих первых экспедиций 1983 года, где Шмелёва, Пелагея, Михауна, Вёски, Сарачи, Любонский район запела в 10 утра и в час ночи остановилась. Вот если этот материал один только взять для работы... Вы до него ещё не дошли? Нет, мы дошли, и многие песни записаны в альбоме «Спадшина, загинувших вёсок», который вышел в Голландии в 1999 году, кстати. И те же песни, например, которые недавно, через 30 лет из-за интересного, в 1988 году я записал полесский гурт «Плытогоны» Мушинский, и только через 30 лет вышел альбом «Мушинские спевы». То есть 30 лет мы этого не слышали. А у троицы есть песни «Не ходи казачья» именно из этого репертуара. Поэтому песен достаточно много, но не всё, вы знаете, ложится на обработку, я бы сказал, на аранжировку. Потому что для меня фольклор — это закодированная, зашифрованная информация, и это очень что-то живое. Оно не поддаётся иногда обработке. И то, что вам хочется раскодировать, я смотрю, да? И вы это делаете с помощью каких-то музыкальных инструментов? Через 25-30 лет, когда ты вдруг начинаешь понимать смысл песни или ту мудрость, которая заложена. Потому что мы, наверное, неправильно, что мы называем народные песни песнями. Потому что в песне, как у Киркорова, Пугачёва, есть припев «Куплет», а народные песни совершенно другие. А вы как-то скептически относитесь к творчеству Киркорова и Пугачёвой? Да нет, пусть они существуют, как существовали, но мне хотелось бы, чтобы народные песни занимали такой же промежуток в пространстве музыкальном. К сожалению, у нас даже нет такого чёткого разделения, аутентичный фольклор бабушки, стилизация, например, то, что мы делаем. Дальше у нас обработка, её довольно-таки много, это проще всего. Поэтому, исполняя народные песни, повторюсь песни, быстрее всего это музыкальные молитвы, мантры, которые оберегали человека. Даже «Свадьба белорусская» до 400 песен звучала. То есть каждый момент свадьбы был обязательно с музыкой, с пением. Не просто молодые шли, они шли в таком музыкальном коридоре. А что мы поём на свадьбе? А он обволакивает. Не только, как играет и поёт, когда и говорит. Ты заметил, да? Вот что происходит. Это не я, это всё здесь работает. Просто два пояса, что лежат. Это моя бабушка оставила, она жила под Гродно. Один Мушинский весельный, другие Жаноджи. А маски? Маски. Я всегда говорю в начале всех спектаклей и всех программ. За всё, что мы мели, маем и будем иметь низкий поклон нашим проткам. Потому что это та мудрость, которая, к сожалению, до конца нами не понята. Потому что мы, да, вы правы, что много коллективов. И иногда у студентов спрашивают, вы знаете белорусский фольклор? Они говорят, да, знаю. Что вы нам сегодня расскажете? А в конце лекции они приходят и говорят, ой, это мы не знали. Это наше, это белорусское. Да? Потому что мы не знаем вот этой тонкости обрядов. Почему на свадьбе это? Почему, будем говорить, на христинах эти моменты? То есть очень много, ну вот того неразгаданного, я бы сказал. А вы когда-нибудь по Гомельщине ездили в поисках подобной информации? Я не ездил, но у меня довольно обширный материал, потому что я был аспирантом Академии наук. Я учился в аспирантуре, поэтому Гомельщина у меня даже на компакт-диске представлена вашими песнями. То есть я знаком довольно хорошо. Очень сложная манера исполнения, и мне очень нравится, что она сохранилась. Давайте про фестиваль «Промень». А то как-то мы, да, немножечко начали с него, ушли. Расскажи, Игорь, расскажи, Зиван Иванович, чем он отличается от других фольклорных фестивалей? Во-первых, он первый подобный фестиваль. В Гомеле. Международный, да, в Гомеле фольклорный фестиваль. Вот какое место он занимает в череде остальных фестивалей? Что в нем особенного? Ну, особенность в первую очередь в том, что задумка такова, чтобы создать каталог фольклорных исполнителей и продвигать их. Выявлять наиболее интересное, понятное современному слушателю. Потому что, к сожалению, современный слушатель, приходя... То есть правильно Иван Иванович сказал, то есть у нас нет фестиваля для разнообразия восприятия. То есть очень узко как-то это все происходит, и поэтому люди неподготовленные, они долго не могут в этом находиться. Вот. И поэтому, если было в одном фестивале, вот то, что мы как бы не делаем жестких рамок, то есть нам нужно или аутентично, или еще как-то, то есть около даже фолкового что-то мы позволяем делать. Вот. Ну и уже, естественно, правильно тоже Иван Иванович говорил, что хотелось бы, чтобы это некая уникальность была и разнообразие. А что вы ждете от этого фестиваля? Каких участников? Каких песен? Как вы будете отбор? Что вы будете выбирать? Вот хочу понять. Лучшее. Лучшее? Это что, лучшие тексты? Лучшие... Ну, это может быть все, что угодно. Лучший номер, не знаю. Сейчас очень сложно говорить, например, и не хочется каким-то языком, будем говорить, председателя жюри говорить. Да, Иван Иванович, дорогие друзья, председатель жюри этого конкурса. Мне хотелось бы, чтобы мы удивлялись. Да, хотелось бы что-то удивительное увидеть и слышать. Мы не должны как бы видеть те повторы, которые видим сегодня и слышим. К сожалению, не делится фестиваль на, я еще раз повторюсь, на какие-то, будем говорить, направления. Мы, наверное, увидим все, что будет принимать участие в этом фестивале. Ну, вот руководители звонили мне, подавая заявки, и спрашивали, вот, а что лучше там? Ну, и перечисляют, вот у нас есть такое-то, такое-то. Я говорю, понимаете, найдите из своего репортажа, ну, что-то наиболее интересное, яркое, чтобы оно впечатлило. Чтобы впечатлило. Да. Дорогие друзья, ну, таких впечатлений я обещаю сегодня в этой студии. Вот сейчас вот конкурс, кстати, конкурсов сегодня и очень интересных подарков у нас будет очень много, поэтому будьте с нами на протяжении этого часа. Итак, конкурс. По телефону 34-22-43 позвоните в студию, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашего конкурса. Как называется белорусский музыкальный инструмент, который вот сейчас должен быть изображен? Вот, сейчас вы видите на этой фотографии. К сожалению, этот инструмент редко встретишь сегодня на белорусских праздниках, но попробуйте ответить на этот вопрос, как же называется этот белорусский инструмент. По телефону 34-22-43 пригласите мне билет на галоконцерт фестиваля «Промень» с участием Ивана Керчука и группы «Егорова гора» достанется победителю, автору правильного ответа. 34-22-43. Звоните, пожалуйста, в студию. Вот эти инструменты, это все вы сами собираете, делаете или где-то подбираете? Вы знаете, например, когда я беру этот инструмент, показываю его студентам, некоторые говорят, о, чукчи, подождите, но такого плана инструменты находили в курганах 16-го столетия в Белоруссии. А были у меня музейщики, они сказали, у них есть варган 11-го столетия. То есть это может быть кость, на которой просто человек изливал свою душу. Дорогие друзья, вот что-то приблизительно вот это можно услышать в воскресенье в городском центре культуры. Пожалуйста, проходите. На галоконцерте фестиваля «Промень». У нас, кстати, есть телефонный звонок, мне подсказывают, это участник нашего конкурса. Еще раз напомню вопрос конкурса. Как называется белорусский музыкальный инструмент, который изображен на фотографии. Я надеюсь, сейчас режиссер еще раз покажет эту фотографию. Итак, наш музыкальный инструмент, покажите нам, пожалуйста. Ну, пока появляется музыкальный инструмент. Вот этот музыкальный инструмент. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Ксения. Думаю, что, может, это Дуда. Ксения, вот мы сейчас спросим Иван Иванович. Иван Иванович, правильный ответ? Да, белорусская Дуда. Белорусская Дуда. Ой, а счастье, сколько вы выиграли. А что я выиграла, я даже не знаю. Вы выиграли пригласительный билет на галоконцерт фестиваля, международного фольклорного фестиваля «Промень» с участием Ивана Керчука и группы «Егорова гора». Этот галоконцерт состоится в воскресенье в городском центре культуры на Иринской 16. Счастье есть, Ксения. На двух персон. На двух персон, Ксения, да. Так что вы с компанией обязательно пойдете отдыхать. Ксения, скажите, пожалуйста, а как вы вообще предпочитаете, какие у вас планы на эти выходные? Были уже? Планировали что-то? А я, кстати, туда уже планировала. Меня вот Игорь, кстати, и приглашал. Серьезно, Игорь? Вы знакомы с Ксенией? То есть вы практически уже распланировали свое воскресенье? Я уже туда собиралась идти, да. Спасибо большое, Ксения. Мы вам желаем хороших выходных. Дорогие друзья, вы тоже звоните, сообщайте о своих планах, куда податься в выходные дни. Ну, на самом деле, кроме того, что есть вот такая возможность сходить на галоконцерт с участием Ивана Керчука и Егоровой горы, можно еще отправиться, например, в театр. Кстати, разыгрываем сегодня еще один пригласительный билет на двух человек на спектакль «Мужчинам вход воспрещен» в Гомельский драматический театр на ближайшую субботу, на завтра, на 17 ноября. Для того, чтобы выиграть пригласительный билет в театр, наш драматический театр, надо ответить на вопрос нашего конкурса. Как называется? Театральное объявление о том, что все билеты проданы. Ну, не говорите только, не подсказывайте нашим зрителям. Мы должны просто сегодня с помощью нашего эфира сделать им замечательные выходные, разыграть много пригласительных билетов. Итак, напоминаю, как называется театральное объявление о том, что все билеты проданы? 34 22 43. Мы ждем телефонный звонок. И продолжаем прямой эфир. Говорим сегодня о фольклоре, о белорусской музыке, о том, какие ее особенности. Иван Владимирович, вот в чем особенность белорусской музыки? Ой, наверное, нет такого народа, который бы охватил своей мудростью, вот, фольклором, песнями, сказками, легендами и так далее. Всю жизнь человека от рождения до смерти. Мы много где выступали с троицей, и когда мы даем перевод каких-нибудь песен на другой язык, они очень удивляются. Они говорят, а что ваши предки про это думали? Я говорю, мы сами удивляемся, потому что собран богатейший материал учеными. У нас около 50 томов серии БНТ, Белорусская народная творчесть. И можно по той же свадьбе белорусской ознакомиться с шесть томов. Ты можешь полистать, в каких регионах какие были особенности. К сожалению, мы не располагаем дисками на сегодняшний день, как Польша, например, вот 17-й диск, где один из регионов Кашубы, вы видите, карта, и здесь же записи, книжечка. К сожалению, мы еще к этому не дотянулись, не доросли, чтобы, вот, Егор правильно говорит, что он хочет сделать каталог. А на самом деле должна быть такая музыка по свадьбе, по каким-то другим обрядам, чтобы мы уйдем тоже, ведь мы тоже будем предками. Потому что наши предки не знали даже музыки. Иногда могли не уметь читать и писать, но это все передавалось. Представляете, сколько тысячелетий передавалось. Не так может быть даже мелодия, как пульсация этого времени. Почему народные песни там «Муравой травой до поля украшена, Вой-ли-вой-лю-ли до поля украшена». То есть это идет какой-то древний пульс, он не похож на современную музыку. Хотя рок-музыка, наверное, имеет все равно корни народные, как я говорю. У нас есть телефонный звонок. Я иногда буду вас прерывать, хотя вы знаете, я делаю это с огромным трудом. У нас есть телефонный звонок. Дело в том, что наши редакторы дозвонились как раз-таки художественному руководителю Гомельского областного театра. У нас на связи Сергей Логутенко. Сейчас поговорим о новых спектаклях, о новых проектах. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это программа «Добрый вечер, Гомель», ее ведущая Наталья Волынец. У нас сегодня очень интересная компания в студии. Мы говорим о фольклоре, о музыке. А самое главное, мы направляем наших зрителей, куда же им отправятся в выходные дни. Поэтому расскажите, пожалуйста, чем порадуете гомельчан и гостей города в ближайшие выходные? Что покажет драматический наш областный театр? У нас выходные, премьерные спектакли наши. Вот завтра, 17 числа, буквально вот премьера конца октября, 26 октября мы сыграли премьеру. Это американская комедия «Мужчинам вход запрещен». Самое замечательное то, что сегодня приехала автор этой комедии, американская писательница, журналист и драматург Лора Штейн-Каннингейм. Она в Гомеле? Да, она сегодня в Гомеле. Она сейчас смотрит спектакль «Ваша сестра и пленница». Она приехала вместе с дочерью. А у нее, к сожалению, не получилось. Она собиралась приехать к нам на премьеру, но у нее не получилось. И она приехала сегодня, чтобы завтра посмотреть спектакль, который был поставлен по ее пьесе. Так что нашим дорогим зрителям будет интересно, наверное, увидеть завтра и автора того произведения, которое завтра будет показано на сцене нашего театра. А в воскресенье что покажет драматический областный? В воскресенье тоже замечательная такая детективная комедия по пьесе белорусского драматурга Николая Рудковского. Эта пьеса была написана специально для актрисы такой Анастасии Заворотнюк, которая играла няню. Но как критики, приехавшие к нам, посмотревшие премьеру, сказали, что ваш спектакль гораздо лучше, чем спектакль с участием московских артистов. В нем заняты молодые актеры нашего театра. Это Михаил Гришечкин, Витрий Бойков и Татьяна Кондратенко. Так что я думаю, что вечер, интересная комедийная детективная история скрасит вечер дорогим нашим зрителям. Спасибо большое. Сергей, скажите, скажите, пожалуйста, а как вы сами предпочитаете проводить выходные? Какие у вас планы? Ну, у нас, к сожалению, выходной-то только один в театре, это понедельник. Поэтому на понедельник все то, что не успел сделать за неделю. Ну, в основном по хозяйству. Ну и, конечно же, встреча с друзьями, помощь родителям. Ну, за один день приходится успевать то, что люди делают за два дня. Ну, зато у нас выходной понедельник. Тяжелый день, у нас выходной. Спасибо. Спасибо большое, Сергей, за эту информацию. Дорогие друзья, у нас на связи был Сергей Логутенко, художественный руководитель Гомельского областного театра. Вот есть сообщения от наших зрителей. Ну, во-первых, спрашивают, как Иван Иванович любит проводить выходные. И Игорь тоже. Расскажите, поделитесь. Давайте с Игоря начнем. Давайте с Игоря начнем. Игорь. Эти выходные у тебя напряженные, это понятно. Это подготовка, фестиваль и... Я как-то не разделяю вообще дни на выходные, рабочие. Потому что я творческий человек, это творческий процесс, он постоянный. Поэтому... Хорошо, если выдался свободный денечек, что сделаешь? Свободный денечек. Борщ будешь варить, ковры чистить. Ну, конечно, по хозяйству что-то приходится делать. А в театре ты давно был в нашем? В театре был давно. Был на премьере вот... Театр Открытых, да, по-моему, в Гомеле у нас есть. Да, да, есть такой тоже. Вот они когда первые спектакли ставили, меня там пригласили, знакомые играют. В общем. Иван Иванович, а у вас есть какое-то любимое место отдыха, где вы семьей отдыхаете в выходные дни? И вообще часто ли позволяете такой отдых? У меня не так часто это получается, потому что действительно очень сложный график. У меня кроме студентов есть вот моноспектакль «Дорожка моя», где я в прошлом году только 30 раз ее показывал в Белоруссии. Но она уже и в Казани была за границей. Поэтому очень плотный график, гастрольный. Но если дни есть свободные, то у меня маленькие детишки, я с семьей люблю проводить время. А где именно? Ну вот в Веснянке, например, в Минске. В Минске, да. Но эти выходные в Гомеле. Где есть лес, где есть какая-то вода, потому что, ну, нас, городских жителей, тянет туда, где наши предки чувствовали себя комфортно. Скажите, а вы бывали когда-нибудь в Ветковском районе? То есть все-таки уникальное место, где жили старообрядцы? В Ветковском не был, но песни Ветковские знаю. И был в вашем музее в филиале с программой «Дорожка моя». Да, в Гомельском. Я предлагал Ивану Ивановичу, и мы съездим все-таки в Ветковский район, потому что это уникальное место в Белоруссии, я считаю, где сконцентрировались еще вот живые традиции. Дело в том, что скоро музею 40 лет. Вот-вот на днях исполняется большой юбилей. Мне кажется, вы могли бы как-то интересно совместить. У меня такое ощущение, что вы очень-очень близки. Что-то у вас есть родное с Ветковским музеем. Дорогие друзья, кстати, сейчас мы попробуем дозвониться в Ветку, чтобы узнать, какие там планируются мероприятия на ближайшие выходные дни. Дорогие друзья, а сейчас пока узнаем планы жителей нашего города на ближайшие выходные. Итак, Лиза. Она написала в Вайбере, что у нее стирка, уборка, готовка, в общем, отдохнуть по полной программе. Уважаемая Лиза, я вот в чат послушала художественного руководителя драмтеатра, послушала и говорю, я так смотрю, у людей планы на выходные поубирать, отдохнуть, закупиться. А как же культурная программа? Не забывайте, пожалуйста, что у нас огромное количество мероприятий. Смотрите нашу программу и выбирайте все, что мы вам предлагаем. Стас говорит, что у него настроение клубное. Макс работает два дня. Ну а Алина в субботу у сына тренировка, вечером гости. Воскресенье пока свободно. Вот, Алина, кстати говоря, вот для тех, у кого в воскресенье пока свободно, не пропустите галоконцерт фольклорного фестиваля «Промень» с участием Ивана Керчука, Егоровой горы. И все это, напоминаю, будет в это воскресенье. Единственное, мы не сказали, во сколько. 17.00. Начинается галоконцерт. Отборочные туры проходят все это в субботу. Завтра, в течение дня. Завтра, в течение дня. Ну что ж, дорогие друзья, можно также в выходные дни съездить в ветку в местный музей. Сейчас я уточню, дозвонились ли наши редакторы до музея ветки. У нас пока... У нас есть телефонный звонок с ответом на вопрос конкурса. Итак, добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Наталья. Как вас зовут? Мы вас не слышим погромче. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Наталья. Вас тоже зовут Наталья. Очень хорошо. Наталья, хотите ли вы выиграть билет на двух человек на спектакль «Мужчинам вход воспрещен» в Гуменский драматический театр на ближайшую субботу, уже на завтра. Готовы? Да, готовы. Итак, для того, чтобы ваша суббота завтра была интересной и увлекательной, вам нужно ответить на вопрос. Как называется театральное объявление о том, что все билеты проданы? Аншлаг. Ну, конечно, аншлаг. Я знаю, что вопросы легкие. Мы хотим, чтобы ваши выходные просто были чудесные. Вы действительно выиграли билет на двух человек на этот спектакль. Скажите, какие у вас вообще планы на выходные? Ну, конечно, в конец театра. А на фестиваль фольклорный не хотите сходить? Хочу. Вот. Очень правильное решение. Ну, кстати, сегодня у вас есть возможность немножко понаслаждаться. Понаслаждаться вот этой удивительной музыкой, которую делает Иван Керчук. Я предлагаю, да, вот сейчас попрошу. Иван Иванович, пожалуйста, ради наших зрителей. Метелицой, метелицой каляда, Не забивай щешки дорожки калядой. Спасибо. А это вот что? Ну, в основном российский инструмент называется калюка, а белорусский делают из борщевика. Просто мастер мне сделал поплотнее, чтобы не ломался. Пластик. А есть любимый инструмент в коллекции? Нет. Любимый инструмент — голос, потому что, мне кажется, и ученые говорят о том, что инструментов не было очень долгое время, пока человек не поднял глину, кусочек не слепил что-то, камыш сегодня, правда, не брал, шаротка белорусская, соломку. А так, мне кажется, все, что можно было, делали ладошками. И вообще голос человеческий — это и есть там магия. Тембровка, ритуал, обряд, праздник. Посмотрите на бабушек старые фильмы Зинаиды Можейко, 1973-1975 год, «Полеска веселья», «Букалятки». Там бабушки живые, как детки, в снежке играют. Это не значит, что они каждый день в снежке играли. Просто они ждали праздник для того, чтобы, как мы сейчас говорим, сбросить негатив, да, не идти к врачу. Поэтому у моей бабушки Екатерине, ей было 92 года, у нее не было медицинской карточки. А сегодня в поликлинике можно увидеть малыша, который держит вот такой талмуд и знает, какие лекарства выписывать. Поэтому народная музыка, обряды, праздники, они поддерживали наших предков в хорошем здравии. Вот мне очень радостно, что на Гомельщине есть такие места, где вот это все до сих пор поддерживается. И одно из таких мест — это наш Ветковский музей, Ветковский музей старообрячества белорусских традиций имени Федора Шклярова. У нас на связи научный сотрудник Ветковского музея Ирина Александровна Юдиной. Ирина Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наконец-то мы вам дозвонились. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и ведущая Наталья Волынец. Я не рада. Расскажите, пожалуйста, что же интересного вы предлагаете своим посетителям вот в ближайшие выходные дни? В ближайшие выходные дни можно наведать нашу новую выставу. Она литерально на днях открылась у филиале Ветковского музея у городе Гомелье по адресе Ленина 4 выстава «Красная Евангелие». Гэта рукописца початку 16-го стагодзя. И он красный. И тому, что колер в окладке и сторонок красный, альбо червоны, гали быт десканалом. И тому, что вельне красивая книга, откуда и «Красная Евангелие». Гэта наша музейная надзва, аль книга, аль яна добра характеризует ее. Поэтому варто поглядеть. Ой, спасибо большое. Я вот смотрю нашего гостя. И у нас сегодня в гостях в студии Иван Кирчук, очень известный не только музыкант, но еще и фольклорист. И у нас вот Егор, который Егорова гора, группа известная, которая очень хорошие отношения, по-моему, с Ветковским музеем. Но они, по-моему, очень заинтересовались, заинтересовались такой, да, коллекцией, можно так сказать. Скажите, пожалуйста, Ирина Александровна, вот мы знаем, что у вас вот-вот скоро наступит юбилей 40-летия Ветковского музея. Как вообще учреждение готовится к такому большому событию? Активно рыхтуемся. 30-го листопада будем святковать. Усим городом, и не только городом, план святкования. Все броу музея, саправду, вельми багато. Самые любимые, это наши земляки, конечно, да. С духими гостями давно музея сябруя. У программе святкования 30-го листопада у нас международный круглый стол по теме артефакта, как текст духовной традиции, на которую мы плануем адмерковать, такие валючие пытания для музея сьогодня. Так сама экскурсия по музею, урачистые, веншаванне будут концерты, такие невеликые концерты, или вельми важные, святочные настройки по каждому, кто даедет у наш город, к какому базу. Мы очень рады со встречи. То можно у нашем клубе, у ВЕЦЦИ, у 17.30 будет такая урочистость, можно наведать. А для наших сяброу, тех, кто хочет отцветковать наш юбилей разом, то мы вырешили працавать у ВЕЦЦИ, с 9 до 16 годин, и у выход зарабить вольным. Мне кажется, после такого анонса к вам хлынут все. Так что Ветка, готовься, что называется. Спасибо, Ирина Александровна. Спасибо. Хорошего вам вечера. Дорогие друзья, у нас на связи была Ирина Юдина, научный сотрудник Ветковского музея старообрядства и народных традиций. Как видите, вариантов, где и продолжают фольклор, и где начинают, может быть, фольклор. Я вот про мень сегодня говорю, про фестиваль. На самом деле много. Может быть, не так все и грустно, и плачевно. Если уже вы такие красивые, интересные, умные, образованные взялись за подобное дело. Игорь, как считаешь, все получится? Да получится, только вот... Что ждешь от фестиваля? От фестиваля, во-первых, посетителей. Хотелось бы, чтобы наш слушатель современный все-таки прикасался к своей традиции, знал свое наследие. Вот, она у нас действительно уникальная. И вот хочется сказать, что люди просто очень мало знают. Потому что вот по своему опыту, ну вот наша группа, где гастролируют, концерты бывают. Мы иногда выступаем в фестивалях, даже в рок-фестивалях, где нас как бы разбавляют то, что происходит на сцене. И очень приятно, что после этих концертов новые контакты появляются. Появляются люди, которые, ну, себя позиционируют как там панк-рокеры, там просто рокеры, там металисты, так называемые. То есть одно другому мешается. Да, я вижу, что они и слушают нашу музыку, наши песни. То есть это приятно. Приятно всегда, когда слушают музыку. Раз у нас о театре зашла речь, просто маски не просто так лежат. И завтра буду репетировать еще одну сцену, связанную с Маргонской академией. Это Павадыр и Медвесь. А маски мы обязательно должны зацепиться, будем говорить, старинную свадьбу. Таму приехал свад да свад, а молодой князь да молодой княгиней. Те есть тут княгиня зарученная, каб нам была выдадзена? И есть. А дайте за три гроши. Каб ты, як будешь ехать, и колеса себе паламав, и ногу выкрутив, каля даешь, чем, як бы, на смех сороковку. На таби назад, мы присваим, и ты присвоим. Так что приходите, завтра будет целый фрагмент, який называется, захват ворот. Я поняла одно, что завтра будет что-то невероятное. Много всего, да? Много всего и очень-очень разного. В рамках фестиваля у меня будет сольное выступление, где, конечно же, я пройдусь по альбому «Спаджа на загинувших вёсок», который был записан в Голландии в 99-м году. И обязательно покажу песни мужшинских традиционных спевов. Дорогие друзья, ну, кстати, через минуту в этой студии появится ещё один гость нашей сегодняшней программы. Это бесстрашная женщина, лучшие друзья которой африканские львы. Вот сразу после рекламы продолжим. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Куда податься в выходные дни? Сегодня рассматриваем самые разные варианты отдыха и развлечений на территории Гомельщины. Кстати, в Гомель приехали белые львы. Увидеть настоящих африканских хищников можно в Гомельском цирке. И прямо сейчас, дорогие друзья, мы разыграем билет на новую программу на двух человек. Итак, внимание, чтобы получить билет в цирк на новую программу, нужно позвонить в студию по телефону 34-22-43 и ответить на очень простой вопрос. Если вы внимательны, следите за афишами и рекламой, вы ответ найдёте очень быстро. Итак, как же называется новая цирковая программа в Гомельском цирке? Вот назовите, произнесите это название по телефону 34-22-43 и пригласительные билеты в цирк уже будут ваши. Кто и как дрессирует цирковых львов и чем опасна профессия укротителя, расскажет дрессировщица львов, заслуженная артистка России Надежда Сквирская. Сегодня Надежда у нас в гостях. Надежда, добрый вечер. Спасибо, что вы разбавили немножечко. Да, мы тут так и в музыку, да, и в фольклор ударились. Вы знаете, я за кадром совершенно завороженно наблюдала за вашей беседой. Понравилась музыка? Несмотря на то, что я по жизни очень далека от этно и фолка, я очень жалею, что я не студент Иван Балыч. Но вы хоть какую-то информацию получите сегодня, но я думаю, на лекции тоже можно по возможности съездить. А вы вот в Гомель вообще часто бываете? Ну, вы знаете, так получается, что последний раз я здесь была 7 лет назад, ну и до этого раза 3, наверное, тоже. Но это всё гастроли, гастроли. Да, в детстве я была на гастролях, когда мы жили в общей стране. Когда мы жили в общей стране. А вы помните, как мы жили в общей стране, Иван Жуанович? Да, я не такой старый ещё. Но всё помню. Кстати, в цирк ходите? С детьми. А у вас уже была программа «Белые львы» в Минске? Знаете, я за свою жизнь ни разу не работала в Минске. То есть вы в Гомеле были? И моя семья не работала в Минске. Я третье поколение цирковой семьи нашей, и мы никогда не работали в Минске. Вот так оно сложилось. А в Гомеле часто были. Кстати, сколько хищников приехали сегодня? Вот живут в центре Гомеля, вот можно так сказать. Сколько? Восемь. Настоящих африканских львов, привезённых из Южноафриканской республики с ферм, где специально разводят львов для демонстрации, для демонстрации в цирке, в зоопарке. У нас есть, по-моему, ответ на вопрос нашего конкурса, мне подсказывает. Добрый вечер. Давайте с вами познакомимся. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина. Ещё раз. Как вас зовут? Нина. Нина. Любите цирк? Конечно, люблю. Кто же меня любит? А вы уже ходили на новую программу? К сожалению, нет. Ещё времени не хватает. Ну, у вас есть вот такая уникальная возможность поменять все свои планы и сходить на новую цирковую программу в цирке. Если вы сейчас правильно ответьте на вопрос нашего конкурса. Итак, как же называется... Как называется новая цирковая программа в Гомельском цирке? Ой, ну, насколько я помню... Вспоминайте. Империя Львов. Если я права. Империя Львов. Вот так вот просто и легко, на самом деле, в прямом эфире в нашей программе выиграть пригласительный билет на двух человек в цирк на новую программу. Мы вас поздравляем. Эти пригласительные билеты достаются Нине, нашей телезрительнице. Дорогие друзья, конкурсы продолжаются. Будем разыгрывать ещё один билет на двух человек на спектакль «Любовь без тормозов» в Гомельский драматический театр на ближайшее воскресенье, на 18 ноября. Вопрос очень простой. Сколько предупредительных звонков раздаётся у нас, вот звучит перед началом программы, перед началом спектакля. Пригласительный билет на двух человек ваш, если вы ответите на этот вопрос по телефону 34 22 43. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем разговор в прямом эфире. Гости самые разные. И мне так приятно. Мне кажется, даже всё равно дополняют друг друга. Потому что что фольклор такой загадочный, что львы, мне кажется, совершенно загадочные. Скажите, белых-то сколько привезли сегодня? Вот сейчас в Гомель. У нас пополам разделён манеж. Здесь сидят четыре белых, здесь сидят четыре жёлтых. Четыре белых. Чем отличаются белые львы? Вот сюда хотел спросить. Ну, вы знаете, это природное явление. Это не искусственно выведенное животное, в отличие от белых тигров. Поэтому мы совсем не покладистые. И в связи с тем, что в природе выжить белому льву гораздо сложнее, чем жёлтому, значит, их характер, соответственно, они более осторожные, более пугливые, ну, такие более нервные. Ну, в общем, тяжело поддаются дрессуре. Жизнь я себе осложнила приобретение белых тигров. Вот я хотела спросить, как, кому пришло в голову? Вот почему вдруг вы такой хрупкой, красивой, симпатичной женщиной? Ну, я потомственная дрессировщица. Мой папа сорок с лишним лет отработал со львами. И потом решил, что хватит мне уже. Я занималась дрессурой мелких животных, кошек, лам, собак. То есть с детства где-то, да, началось всё, наверное? Ну, да, не совсем с детства. У меня там такая история, знаете, я как-то всё думала, что я не буду работать в цирке, думала, что не буду, не буду. И вдруг закончила 10 класс, и вроде как и в цирке осталась. И вроде как не совсем всё умею делать. Можно сказать, ничего не умею. Вот. И как-то вот получилось так, что меня вроде решили приобщить к дрессуре. И пошло у меня это дело. И вот от маленьких кошек я перешла к большим... Белым львам. Сначала с жёлтыми, вместе с папой работала, с традиционными львами. А сейчас, да, вот мы решили разнообразить, решили немножко удивить зрителя, потому что в последнее время стало очень сложно удивлять зрителям. Вот. Но решили таким вот способом, осложнив себе жизнь... Вот скажите, удивили гомельчан? Как вообще воспринимают новую цирковую программу? Какие-то вот нюансы на репетициях, на выступлениях? Что-нибудь такое вот необычное происходило бы? Вы знаете, начнём с того, что у вас совершенно необыкновенный цирк. Очень тёплый, очень радушный. Плюс бытовые условия, которые у нас всегда ужасающие. Но здесь мы живём в прекрасной гостинице, тёплая эта атмосфера. И потом, выходя на улицу, я вспоминаю своё детство. Я здесь гуляла, здесь я в школу ходила. Понимаете, уже настрой. И совершенно необыкновенная публика, цирковая, понимающая, знающая. Она знает. Гомельская публика знает, когда нужно сидеть потихонечку, когда нужно громко аплодировать. Аплодировать? Да. Вот мне интересно, Иван Иванович, когда вы в последний раз были в цирке? В детьми. В прошлом году. Серьёзно? То есть цирк всё-таки благодаря детям в вашей жизни присутствует? Но не так часто. Присутствует. Просто я хотел добавить интересную вещь, что я в своей жизни планировал быть моряком. Да? Да, очень хотел в море. А вот мои деды делали инструменты музыкальные. Я узнал довольно-таки поздно. Папа инженер. Получается, деды делали инструменты, моряком я не буду, я буду заниматься музыкой. Значит, мои дети не будут музыкантами, а через поколение внуки будут. У прадедов была борода, у отца не было бороды. У меня есть борода, значит, мои внуки будут бородатыми. Поэтому вы просто несёте ту, будем говорить, нишу, которая была у предков. Ну, это здорово. Потому что у каждого свой путь, и он довольно интересный. А вот мне интересно вот эти две, хочу всю передачу спросить, вот эти две фигурки, да. Не лев, правда. Ну, в Беларуси существовала Сморгонская академия, в которой учили современных маленьких медвежат разным. Ну, сегодня не удивишь детей, они видят в зоопарке, видят по телевизору. А представьте старые времена, когда скомарок приходил и приводил медведя в деревню. Так вот, как учили медведей в старые времена. Выкапывали огромную яму, насыпали туда горячие угли и накрывали железным листом. Заводили медвежонка, ему в лапы пекло. А в это время играли на лудочке. Вот это первое, чему он учился танцевать. А зараз, поваженная публика, перед вами отбудется представление зеньки с комароха, який скончу коллегию при Менских монастырах и кляштерах. И так, под выстрелы саморубной гарматы, музыку менского шутца дымбицках и ваши крики виват гости. И дальше медведей показывает целое представление, все, что ему говорят, он выполнял. Это все фрагмент вашего моноспектакля? Да, завтра это тоже, в воскресенье я это тоже покажу, да, и расскажу об этом. А вот на самом деле очень интересная история, вот мы до эфира говорили, моноспектакль, он длится полтора часа или что-то около того. Сейчас 10, сейчас 20. И там какие-то есть удивительные декорации, очень хочется это увидеть, конечно. Да, декорации к этому спектаклю делал Мировлад Палачич, это известный художник из Бреста. И Брестский драматический театр давал мне возможность почти ежемесячно по два спектакля показывать. То есть это кроме тех спектаклей, которые в Белоруссии, он был и в Могилевском, и в Витебском театре кукол. То есть, ну, по возможности я постарался показать везде. Мне удобно то, что опять-таки я один, мне надо репетировать с коллективом, я могу какие-то вещи на работе. Импровизировать, наверное, да? Нет, импровизации там практически нет. Я прохожу от рождения человека до его смерти. То есть все полностью проще? Да, все обряды, масок много, кукол много, и инструменты, опять же, задействованы из разных стран мира. И белорусская лира, и в то же время могут быть, не знаю, там, голландская карина, например. То есть все это закручено в такую общую жизнь, когда мы действительно не замечаем тех звуков, которые окружают нас порой. Вот вам не любопытно сходить на подобный галоконцерт? Мне очень любопытно, но у меня такая проблема в жизни, такая же, как у вашего художественного руководителя театра. У меня выходной понедельник. У вас львы. И у всех выходной, понимаете, у всех работников искусства и культуры, у всех выходной. Поэтому, когда я могу, все закрыты двери для меня. А давайте, Надежда, попросим Ивана Ивановича, вот что-нибудь для тех, кто по какой-то причине не попадет. Вот этот инструмент белорусский, он называется смык, сделал его мастер Всеволод Жуковский из Марьиной Горки. Это династия, четыре поколения скрипачей, которые делали скрипки, смыки, басетли, есть такой инструмент, церковный бас. Поэтому это аккомпанирующий инструмент. ПЕСНЯ Мне очень понравилось. Ух, ах, да с таким смаком. Вы могли помочь. Замечательно. Игорь, я так понимаю, Егорова гора мечтает о подобной скрипчике. Вот чего еще нет у нас, это да, смык. Мечтаю. Ну, есть еще там какие-то подпункты. У нас, кстати, мне подсказывают еще один телефонный звонок. Дорогие друзья, напоминаю, это прямой эфир. И мы объявили конкурс. Разыгрываем билет на двух человек на спектакль «Любовь без тормозов» в Гомельский драматический театр на ближайшее воскресенье на 18 ноября. И так нужно ответить на вопрос конкурса. Сколько предупредительных звонков дают перед началом спектакля обычно? Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ксения. Ксения, вы в театр ходите? Вот была две недели назад. Ну, так вы легко ответите на наш вопрос конкурса. Сколько предупредительных звонков дают перед началом спектакля? Три. Ну, конечно, три. Вы выиграли пригласительный билет, теперь вам есть чем заняться в воскресенье, 18 ноября в Гомельском областном драматическом театре. Спектакль «Любовь без тормозов». Билеты ваши. Скажите, пожалуйста, а какие у вас еще планы на эти выходные? Ну, эти выходные я, наверное, проведу с семьей. Так. А вот в воскресенье с удовольствием схожу с мужем на спектакль. Вот, отлично. Мы рады, что мы таким образом помогли вам организовать эти выходные дни. Спасибо большое. Спасибо вам за этот звонок. Я вот хотела, надежно, задать вопрос дрессировщице. Почему номер с хищниками всегда ставят в конце цирковой программы? Ну, вы знаете, традиционно даже не называется номер, это называется аттракцион. То есть хедлайнер программы – это всегда аттракцион. И реклама, ну, если вы обратили внимание, все номера ценные. У нас вообще спектакль, у нас не просто дивертисментная программа. Потому что там клоуны тоже. И клоуны. Да, бесклоуны. Но, знаете, да, все-таки люди идут на главный номер. А мне казалось, это может быть из-за безопасности еще какой-то сделать. Ну, вы знаете, у нас еще же нам, чтобы работать со львами, мне нужно, чтобы мои ассистенты поставили клетку. Так. Вот это должно быть в антракте. А потом эта клетка остается, ее быстро не снимешь. Поэтому, конечно, еще технические моменты тоже очень важны. Вы знаете, вот я вот вас слушаю и смотри на Игоря. Он такой перепуганный, вы как появились в студии. У меня такое ощущение, что он вас ассоциирует с львами и просто боится. Я вспоминаю детство, когда я частенько в детстве ходила в цирк, в общем-то. У меня мама распространяла билеты. Серьезно? Вот как ты связываешь с цирком. Она при профсоюзах раньше, там они оплачивали. Это были, в общем-то, недорогие возможности людям посетить концерты, цирковые представления. Поэтому я был частый гость, практически все концерты посещал, цирковые представления. Ну, я думаю, что с дрессировщицей львов ты еще никогда на одном диване не сидел. Это точно, да. Сегодня это у тебя пример. Я даже спросил, сколько у нее хищников. Спросил, уточнил. Да. Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня на добром вечере дрессировщица львов, заслуженная артистка России Надежда Сквирская. Известный белорусский музыкант, композитор, фольклорист, лидер группы «Этно-трио Троица» Иван Кирчук сегодня у нас в гостях. И руководитель гомельской этногруппы «Егорова гора» Егор Полишук, Игорь Архипов, как кому угодно. Иван Иванович, кстати, вы не планируете задержаться на гомельщине после фестиваля, так осмотреться, если можно так сказать, у нас столько замечательных, интересных, любопытных мест? Да, планирую, но не в этот раз. Но не в этот раз. Имейте в виду... Конец года, много студентов, экзамены и зачеты. Вот когда справитесь со всеми студентами, поставите всем на отлично, всех всему научите, приезжайте на гомельщину. У нас, например, есть замечательный Жлобинский аквапарк, единственный на гомельщине. Я надеюсь, у нас удалось дозвониться до аквапарка. Подскажите, пожалуйста, у нас есть телефонный звонок? На связи. Итак, у нас на связи администратор Жлобинского аквапарка Наталья Леонидовна Роговцова. Добрый вечер, Наталья Леонидовна, вы с нами? Добрый вечер, Наталья. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в выходные дни работает Жлобинский аквапарк? График работы нашего аквапарка – выходные дни. Мы работаем с суббота-воскресенье с 10 утра до 21 часа вечера. Продажа билетов до 19.30. А вот кроме вот этих крутых горок, какие-то еще интересные развлечения, мероприятия, может быть, планируются? Да, конечно. Кроме горок в нашем аквапарке имеются два бассейна непроизвольной формы, джакузи, водопады, гейзери, горная река, а также зона отдыха. Это баня русская, турецкая, а также финская сауна. Спасибо большое. Скажите, надо ли записываться к вам заранее? Или места, в принципе, хватит всем, если ты вот так вот просто приедешь вдруг? Вы знаете, заранее в аквапарк записываться не нужно. Запись мы ведем только на групповые заявочки от 20 человек и выше, а также на услугу бани и сауны. Но перед тем, чтобы посетить наш аквапарк, вы всегда можете заранее позвонить и уточнить, все ли у нас в порядке, нет ли каких-то закрытых мероприятий. Поэтому места имеются для всех. Приезжайте, мы будем только рады встретить вас в нашем аквапарке города Жлобина. Спасибо. Ну и последний вопрос, такой интимный, я бы даже сказала, а что с собой брать-то надо в аквапарк? Подскажите, пожалуйста, в Жлобинске. При тебе нужно иметь мыльные принадлежности, полотенца, сменная обувь, справочки и шапки мы не требуем для бассейна. Вот, это вот самый важный момент, потому что, вы знаете, вроде наш аквапарк, вроде и в Жлобине, но все равно стереотип срабатывает. Вдруг шапочку понадобится. Спасибо вам большое. Приезжайте, мы только будем рады вас видеть. Спасибо, хорошего вам вечера. У нас на телефонной связи был администратор Жлобинского аквапарка Наталья Леонидовна Роговцова. Мне вообще кажется, что аквапарк это очень актуально осенью, когда вроде бы как все с туристических своих этих приехали, морей из-за океаниев, а тут вот вдруг аквапарк. Кстати, дорогие друзья, если вы собрались в Жлобин, не ограничивайте свое путешествие только аквапарком. В этом городе очень много интересных мест. Например, можно посетить Жлобинский зоопарк. Жлобинский зоопарк это такое небольшое, уютное местечко, расположено на живописном берегу реки Днепр. Здесь содержится около 300 особей, 60 видов животных из разных уголков планеты. В выходные дни зоопарк открыт для посещения с 10 утра до 6 вечера. Но имейте в виду, дорогие друзья, что с 2 до 3 дня у животных обед. Как и у людей, в принципе, да. Ну, конечно же, можно сходить еще всей семьей и в Жлобинский историко-краеведческий музей. То есть это я вот, знаете, такую распланировали мы уже поездку в Жлобин. Вот так вот сел всей семьей на машинку в аквапарк, потом зоопарк, а потом еще и Жлобинский историко-краеведческий музей. Вот, кстати, что там будет происходить в ближайшие дни, нам расскажет представитель музея. У нас на связи Екатерина Тесецкая. Это старший научный сотрудник Жлобинского историко-краеведческого музея. Екатерина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Это передача, да, добрый вечер, Гомель. Вот мы сегодня планируем выходные дни. Расскажите, пожалуйста, что интересного предлагает Жлобинский музей в субботу и воскресенье. Благодарю вас за возможность презентовать наш музей. В эти выходные дни мы приглашаем желающих посетить Жлобинский историко-краеведческий музей и прикоснуться к фантазийной тематике. Мир фантазии и ростовые фигуры. Посетители могут узнать, какая легенда легла в основе советского мультфильма «Золотая антилопа». Правда ли, что акулы использовали в качестве палачей, и что за богиня с женским телом и головой кошки. Ничего себе. Как выглядит кем-компель, самый знаменитый зубр Белоруссии, символ чемпионата мира по хоккею 2014 года. А что же касается нашего филиала музея «Красный берег», что на усадьбе XIX века в Озии Баглевских 18 ноября в 11 часов у нас состоится открытие ювелирной выставки члена Союза художников Республики Белоруссия Александра Циркунова. И посетители могут не только насладиться прекрасным творчеством, но и побеседовать с актером работы. Спасибо. Вы нас очень заинтересовали. Спасибо вам огромное. Скажите, для которого часа в выходные можно посещать выставки музея? Время работы Жлобинского музея с 9 часов до 18. А филиалом музея с 8 до 17 мы работаем без обеда. Спасибо, я желаю. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Спасибо. Хорошего вам вечера, дорогие друзья. Мы только что говорили со старшим научным сотрудником Жлобинского историко-краеведческого музея. Ну что ж, впереди выходные дни. Погода радует. Да и афиши, в принципе, очень насыщенные яркими событиями. Можно смотреть, сходить в цирк, можно сходить в театр, можно съездить в аквапарк, зоопарк или посетить музеи, которых на территории Гомельщина действительно огромное множество. Ну, кстати, а для тех, кто желает провести вечер, потанцевать, найти новых друзей, каждое воскресенье в 7 часов приглашают на танцевальный вечер «Кому за» Гомельский городской центр культуры на Ирининской, 16. Ну, напомню, да, напомню, что как раз-таки вот в ГЦК на Ирининской, 16, выходной, в ближайшее воскресенье, 18 числа, состоится фольклорный фестиваль «Промень». Давайте мы еще раз напомним и пригласим. Вот напомним время, что там будет. И вот пожелаем, наверное, участникам что-то и зрителям. Сейчас у дня начнется завтра, 17 ноября, конкурс фольклорных коллективов и исполнителей. Это вход свободный будет, можно просто зайти, посмотреть, поинтересоваться, значит, что это такое. А 18 числа будет галоконцерт, это будет большой концерт, который начнется номерами наиболее интересных исполнителей конкурса. И Иван Иванович Кирчук со своей программой будет сольная. И потом мы, наша программа, то есть это, ну, большие выступления будут достаточно. Дорогие друзья, у нас осталось очень мало времени. И вот сразу после рекламы мы услышим волшебный голос и волшебное звучание. Иван Кирчук сегодня на «Беларусь-4» после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова